Автопроизводители завели моду проводить итоговые пресс-конференции, чтобы подводить итоги и анонсировать новинки. На минувшей неделе мы стали свидетелями трехчасового онлайна от Рено, который принес нам анонс будущих премьер от марки Лада. Своё отдельное мероприятие провел АвтоВАЗ, огорошив известием об отложенной премьере новой Весты. А еще Нива, долгое время вынужденная существовать как Лада 4х4, наконец вернула себе легендарное имя. Не менее легендарный джип Гранд Чироке обрел преемника. Вдобавок, наступивший год принес нам сразу несколько свежих предложений от законотворцев. Марка Мерседес представила свой хайперскрин. Это не название свежей модели, а лишь наименование огромной панели приборов, шириной под полтора метра, в которую встроены несколько дисплеев и дефлекторы вентиляции. Необычная приборка заготовлена для флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, который увидит свет через несколько месяцев. Притом немцы сразу уточнили, что хайперскрин будет платной опцией. Продолжая тему электрической мобильности, китайская компания NIO презентовала седан ET7. Нам этот проект прежде всего интересен твердотельной батареей емкостью 150 кВт-часов, которая обеспечит новинки за пасхода более 1000 км. Сама модель, по габаритам похожая на баварскую «семерку», оборудована парой электромоторов с суммарной отдачей свыше 650 сил. Этого хватает, чтобы разогнать седан до первой сотни за 4 секунды. Помимо динамики, первый легковой NIO готов похвастаться совершенным автопилотом, зрение которому обеспечивают 33 различных датчика, а полученную информацию обрабатывает мощнейший 48-ядерный процессор. В общем, китайская «семерка» удивляет буквально во всем, включая цену. Впрочем, ценник вышеупомянутой версии, способный отмахать 1000 км на одной зарядке, мы узнаем через полтора года. А пока для заказа доступны батареи от 70 до 100 кВт-часов. В свою очередь, Тесла не готова отдать рынок Поднебесной. Мы уже привыкли, что гаджетоманы могут за несколько часов скупить весь тираж какой-нибудь электронной новинки. А вот китайский старт Теслы Model Y показал, что такое возможно и в мире автомобилей. За первые 10 часов жителям Поднебесной было отправлено больше 100 тысяч заявок. Хотя базовый вариант модели стоит минимум 52 тысячи долларов. Добавим, что производство паркетников Model Y ведется здесь же, в Китае. Корейский кроссхедж IONIQ только готовится выйти на рынок. Напомним, что под этой маркой группа Хёнда хочет выпускать батарейные модели, притом первенец под названием Five, то бишь 5, предстанет перед публикой буквально через пару недель. Готовя премьеру, пресс-служба закинула несколько тизеров, которые подтверждают, образ новинки построен вокруг ностальгических ретромотивов, заданных моделью Pony образца 1974 года. Также известно, что пятерка станет первой моделью, в основе которой лежит новейшая архитектура и GMP. В целом тележка напоминает разработки конкурентов, однако корейцы раньше других внедрили электромоторы и батареи нового поколения. Видимо, электрических новостей будет много. Японская Sony, известная как производитель бытовой электроники, вывела на дорожные испытания электромобиль под названием Vision S. И это очень любопытный факт. По всей видимости, из проекта Sony Vision S вырастет некая серийная модель. Вопрос только, под какой маркой его выведут на рынок. Может быть, Apple? Хотя до этого глава проекта Изумико Ванише утверждал, что Vision S — исключительно воплощение перспективных технологий. И серийно выпускать электромобили под своей маркой Sony пока не планирует. И завершая тему инноваций, электронный гигант Panasonic представил проекционный дисплей дополненной реальности, использующий элементы искусственного интеллекта. Притом представители компании утверждают, что эта разработка непременно будет востребована автопромом. Так, система обучена выделять внезапно появляющиеся объекты, меняет подсказки навигации, если нужно притормозить или ускориться, уточняет, куда ехать на развязке, а также ищет свободные места для парковки. Удобная штука, ничего не скажешь. Следующая новость из серии «Прощай, легенда». Джип Гранд Чироки серии WK2 наконец обрел преемника. Впрочем, все не так просто. Выпускать 11-летнюю модель будут как минимум еще год или даже больше. И вот почему. В новой версии WL пока представлена лишь длиннобазная семиместная версия. К слову, тремя рядами сидений Гранд Чироки разжился впервые. Короткая двухрядная модификация тоже появится, но примерно через год. Напомним, что прежнее поколение флагманского джипа было построено на платформе Мерседеса ML серии W164. Теперь же модели пришлось перебраться на тележку под названием «Джорджио», взятую из ассортимента «Альфа Ромео». В первую очередь смена архитектуры принесла свежую электронику. А вот всю технику новый джип унаследовал от предшественника. И это бальзам на сердце для истинных фанатов марки. Ведь набор полноприводных трансмиссий остался неизменным. В базовый инструментарий включена муфта подключения передних колес, а при желании систему можно дополнить понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Так что назвать новинку паркетником язык не повернется. И продолжая тему внедорожных способностей. Опционная пневмоподвеска обеспечивает дорожный просвет на уровне 21 см. Хотя по команде водителя автомобиль встанет на цыпочки, и тогда под нищем будет уже 28 см. Двигатели – хорошо знакомые атмосферники на 6 и 8 цилиндров, с каждым из которых состыкован восьмиступенчатый автомат. И никаких тебе турбомоторов. Что по нынешним временам даже удивительно. В салоне, наоборот, буйство хай-тека. Виртуальная панель приборов, большой тачскрин-медиа-системы, а также шайбы вместо селектора для управления коробкой передач. Хотя блок микроклимата оставлен традиционным. Старт продаж новинки анонсирован на второй квартал этого года. Притом делать Jeep Grand Cherokee будут на новом заводе концерна. После короткого варианта будем ждать специсполнения. SRT, Trackhawk и Trailhawk. Марка Lada раскрыла секрет Полишенеля. Внедорожник 4х4 снова будет называться Нивой. Правда, с приставкой Legend на конце. К этому празднику вазовцы подготовили небольшой подарок. Пластиковые накладки на решетки вентиляции. Напомним, что нелепое название 4х4 модель ветеран примерила полтора десятилетия назад, когда права на бренд Niva перешли совместному предприятию GM AutoVaz. Теперь права вернулись обратно. В итоге в обойме Lada оказались сразу две Нивы. Первого поколения Niva Legend и второй генерации Niva Travel. Интересно, будут ли сами владельцы называть свои машины этими мудреными именами. Между тем, Lada провела большую конференцию, подведя итоги года. Общие цифры оказались вполне ожидаемыми. А вот анонсы грядущих новинок заставили удивиться. Так, представитель российской марки номер один заявил, что рестайлинг Весты, который, по информации инсайдеров, должен пройти летом, будет отложен до следующего года. Еще одна новость. Горячий универсал Lada Vesta SV Sport выпускать не планируется. Также вазовцы открестились от разработки минивэна, так как клиентам хватает обычных универсалов. Кроме того, АвтоВАЗ не хочет заниматься электромобилями, поскольку для них нет рыночных перспектив. Но при необходимости батарейную модель можно взять из ассортимента Renault. А Рено тут как тут. Французы представили свежую стратегию работы под названием Ренолюшн, то есть революция Рено. Притом прежний план французы презентовали около года назад. Однако из-за смены руководства компании было решено двигаться по иному пути. Нам, разумеется, больше других интересны моменты, касающиеся российской марки Lada. Тем более, что боссы группы заготовили революцию. Наши машины технически будут полностью повторять румынские дачи. Если говорить предметно, то до 2025 года АвтоВАЗ полностью перейдет на модульную платформу CMF-B, а количество доступных моделей и типов кузова сократится на треть, с 18 до 11. Из этой информации можно сделать однозначный вывод. Обе Нивы, старое и новое, отправятся на покой, а преемницы Гранты и Весты переедут на архитектуру Альянса. На ней же будет построено следующее поколение Нивы, которое автоматически станет кроссовером. Первые премьеры назначены на 2023 год. Видимо, это будет как раз свежая Гранта. Затем дебютирует еще одна новинка класса B, очевидно, Нива. А в 2025 году стоит ждать модель Гольф-класса, то есть Веста 2. Все это затеяно, чтобы нарастить общую прибыль двух компаний до 5 миллиардов евро против нынешних трех. Следующее событие со знаком минус. В российском представительстве компании Инфинити решили отказаться от легковых машин. Это среднеразмерный седан Q50, а также родственная ему двухдверка Q60. Таким образом, на нашем рынке останутся сплошь кроссоверы и внедорожники. Это модели QX50, QX60 и флагманский QX80. А в середине года компанию им составит купеобразный паркетник QX55. А теперь немного философии. Когда Форд фактически покинул Россию, сохранив только коммерческие модели, многие посчитали это политическим решением. Но по факту за новой стратегией стояла лишь беспристрастная экономика. Доказательство тому – известие из Бразилии, где голубой овал разом остановил местные заводы – автосборочный и моторный. Соответственно, 6 тысяч сотрудников потеряют работу, а гамма моделей будет состоять строго из привозных машин. Еще одной потерей станет закрытие марки Троллер. Последняя выпускала любопытные рамные внедорожники, собранные из фордовских деталей. Более того, в прошлом году крохотная фирма даже представила новую разработку под названием TX4. На контрасте. События со знаком плюс. По информации инсайдеров, Opel готовит целую гамму мощных моделей со знаменитой приставкой OPC. Напомним, что такие машины некоторое время назад исчезли из линейки бренда. Правда, возрождение суббренда пройдет по нестандартной программе. Отныне приставку OPC смогут получить лишь мощные исполнения опелевских электромобилей. И первой моделью из возрожденной гаммы станет батарейная версия Мокки. И напоследок, несколько новелл от наших законотворцев. В России ввели штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Для легковых автомобилей наказание составляет полторы тысячи рублей, для грузовиков уже пять тысяч. В течение суток на одну машину можно выписать только одно такое постановление. Из-за этого складывается парадоксальная ситуация. Сейчас добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе М-11 стоит больше двух тысяч рублей. На этом фоне оплата полуторатысячного штрафа выглядит более выгодной альтернативой. Впрочем, операторы платников поспешили уточнить, что при начислении штрафа за неоплаченный проезд человек не освобождается от самого платежа, но его получится взыскать только через суд. Само наказание понадобилось, чтобы широко внедрить на магистралях систему FreeFlow. Благодаря последней останавливаться на пунктах оплаты больше не нужно, так как деньги списываются на ходу со счета автомобилиста по госномеру машины. И продолжая тему наказаний. Российский Минюст раскрыл детали разработки нового кодекса об административных правонарушениях. Среди прочего, свежая редакция документа принесет новое наказание для злостных нарушителей. Так водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если на протяжении одного года он трижды попадался на грубых проступках. К последним относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и тому подобное. Правда, в новой системе не будут учитываться проступки, зафиксированные камерами. Это значит, что лишиться прав сможет лишь тот, кого ловили сотрудники ДПС. А их на дорогах, как известно, становится все меньше и меньше. По инициативе полиции также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. А еще власти хотят прописать четкие правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Однако сроки введения новелл остаются расплывчатыми, ведь документ до сих пор не внесен на рассмотрение правительства. Между тем, с 1 марта МВД начнет аннулировать диагностические карты автомобилей, которые были выданы без проведения самого технического осмотра. Операторов, которые захотят торговать липовыми документами, хотят штрафовать на внушительные суммы от 100 до 300 тысяч рублей. В водителей же, не прошедших техосмотр вовремя, ждет штраф. 2000 рублей. Правда, его начнут применять не раньше 2022 года.